На заявление президента Украины о вторжении на территорию страны вооруженных сил России сегодня отреагировали в НАТО. Представитель Североатлантического альянса заявил, что на Украине в настоящее время находятся более тысячи солдат из России. Что собираются предпринять НАТО и ЕС в свете нависшей угрозы новой войны в Европе, разбиралась Мария Гордон. События на Украине настолько не укладываются в принятые схемы, что для них приходится находить новые термины. В НАТО действия России, которые официально отрицают факт своего вторжения на украинскую территорию, осторожно называют проникновением. Руководство альянса предположило, что российские войска вошли на территорию Украины с целью поддержки сепаратистов Луганской и Донецкой областей, которые с апреля оказывают сопротивление украинским вооруженным силам. Прямое вмешательство России в действия сепаратистов на востоке Украины может способствовать постепенному замораживанию конфликта, считают в альянсе. На сегодняшнем брифинге в бельгийском Монсе директор Центра реагирования НАТО, бригадный генерал Ник Атак, заявил, что военные действия, скорее всего, закончатся патовой ситуацией, когда сепаратисты будут блокированы украинскими войсками, однако не будут побеждены. Мы обнаружили большое количество современного вооружения, включая системы противовоздушной обороны, артиллерию, танки и бронированные транспортные машины для перевозки персонала, которая переправляется сепаратистам на восточную Украину. Конечная цель России — снять давление с вооруженных сепаратистов, чтобы заморозить этот конфликт, что вылиться в дальнейшую трагедию для жителей Восточной Европы. Сегодня же Альянс обнародовал на своем официальном сайте и в социальных сетях спутниковые снимки российской военной техники, которая пересекает границу Украины. На фотографиях колонна бронетехники зафиксирована сначала на российской стороне границы, а впоследствии на украинской. С неожиданно жесткой риторикой выступила сегодня Франция, которая до сих пор не спешила педалировать санкции в отношении России. Сегодня президент Ланд заявил, что если будет доказано, что российские солдаты находятся на территории Украины, это будет нетерпимо и неприемлемо. Россия не может одновременно хотеть быть признанной силой в 21 веке и не уважать правила, которые при этом необходимо соблюдать. Сейчас она страдает от увеличивающейся изоляции и последствий замедления роста экономики из-за санкций. Очевидно, на российском президенте лежит ответственность за это противоречие. Вопрос о введении новых санкций поднимался сегодня в немецком Бундестаге и будет решаться на саммите Евросоюза, назначенном на 30 августа в Брюсселе. Скорее всего, речь пойдет о следующем, третьем раунде так называемых секторальных санкций, введение которого обсуждалось уже более месяца назад. Во всяком случае, на повестку дня саммита уже внесен вопрос кризиса на Украине в связи с последними событиями. В этот же день в Брюсселе состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Борозу и президентом Совета ЕС Германом Ван Рампеем. Добавим, что через неделю в Великобритании состоится и саммит НАТО, на который тоже приглашен украинский президент. Мария Гордон, телекомпания «Артивиай». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...